Здравствуйте! В эфире Вести Дежурная часть Карачаева Черкесия. Весь месяц мы следили за главными правовыми и криминальными новостями республики. Местный житель признан виновным в оказании ненадлежащих услуг, повлежащих смерть человека. Напомним, 18 января 2021 года в результате непрофессиональных действий фигуранта, оказывавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы Мусачитаров в Домбае путем производства артиллерийских выстрелов, произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое количество людей. В результате этого один из местных жителей получил травматические повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался. Следствием и судом установлено, что в результате непрофессиональных действий фигуранта, оказывавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы в поселке Домбае путем артиллерийских выстрелов произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое скопление людей. В результате этого один из местных жителей погиб. По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, направленных на восстановление всех обстоятельств совершенного преступления. В частности, допрошено больше 60 свидетелей, проведено 10 осмотров места происшествия, в том числе с применением криминалистической техники, проведен ряд сложных судебных экспертиз. На основании собранных по уголовному делу доказательств судом, виновному назначено наказание в виде штрафа и условного лишения свободы. Чемодан «Вокзал. Домой». В Карачаево-Черкесии проходит второй этап оперативно-правочной операции «Нелегал-2023». По результатам проверки выявлено 5 граждан Азербайджана, которые незаконно находились на территории нашей страны. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы, материалы направлены в Черкесский городской суд для принятия решения об административном выдворении за пределы России в форме применительного перемещения через государственную границу. Гражданину Российской Федерации, привлекшему в незаконную трудовую деятельность иностранных граждан, будут составлены административные материалы по части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. Молчание золота совместную с полицейскими профилактическую акцию в рамках информационной кампании «Не говори» призванную оградить граждан и их сбережения от потягательств онлайн-мошенников организовало Главное управление Банка России. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Здравствуйте, это сотрудник банка. Мы зафиксировали подозрительную активность по вашей карте. Пожалуй, это самая распространенная фраза в арсенале у мошенников. Именно эти слова вводят в ступор, а то и в ужас и не дают вовремя сориентироваться в ситуации. В ходе соцопроса каждый второй житель получает звонки с неизвестных подозрительных номеров. Звонят на телефон, неизвестные номера. Я их в спам отправляю. Каждый раз было по 5-6 звонков и по два раза. Я выхожу из дома, я отключаю звук, чтобы не отвечать на них и не реагировать. Я их распусываю обычно, понимаю, что это мошенники. И разговариваю совершенно по-другому. Или ложу трубку. Информируете кого-нибудь из вас? Конечно, конечно. Обязательно. У меня мама уже в возрасте пожила. Я ей сразу звоню и рассказываю схему мошенников. Около трех тысяч экземпляров печатной продукции по профилактике кибермошенничества в виде буклетов и наклеек подготовили сотрудники полиции совместно с Центробанком Черкеска. В материалах рассказывается об уловках финансовых мошенников, о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой. Сотрудники полиции провели работу по профилактическому обходу улиц Магазинная и Кавказская. Раздали буклеты и наклеили информационные листы в местах массового скопления людей, автобусах и троллейбусах. В сентябре Карачаева Черкесия присоединилась к информационной кампании «Не говори». Просвидительская акция направлена на повышение уровня киберграмотности граждан. В последнее время участились атаки хакеров, которые мошенническим путем вымогают у жителей денежные средства. Часто жертвами мошенников становятся пенсионеры и молодые люди. Преступники часто играют на доверчивости граждан, а некоторые используют технику гипноза, рассказал полковник полиции Кемал Гербеков. У нас ежедневно бывает по 5 человек становятся жертвами и сумма у Шерба больше миллиона рублей. В связи с этим мы сегодня используем и сотрудников участковых, и сотрудников ГИБДД. Также мы будем проводить данные мероприятия в общественных, в муниципальных организациях и будем активно раздавать лицам, особенно пожилого возраста, буклеты с информацией, как не стать жертвой мошенников. На центральных улицах города сотрудники Центробанка рассказали жителям о различных видах и способах мошенничества, методах защиты от них, а также раздали буклеты с рекомендациями. Узнать наиболее распространенные схемы мошенников можно на официальном сайте Банка России в разделе «Информационная безопасность». Часто злоумышленники используют информационную повестку и, скажем так, играют на том, что чаще всего волнует граждан. Таким образом люди попадаются на уловки злоумышленников и лишаются своих денег. Именно поэтому проводятся такие информационные кампании, чтобы люди повышали свою финансовую грамотность, в частности, киберграмотность. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации мошенников. Дарья Тендит, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Детская шалость и невнимательность родителей стали причиной уголовного преступления. Полицейские республики во взаимодействии с коллегами из оригинального управления ФСБ оперативно установили личности граждан, причастных к двум сложным сообщениям о готовящихся терактах. 6 октября в чат одного из мессенджеров был направлен текст, содержащий сведения о якобы существующей угрозе посетителей школы в Черкесске. Также 15 августа в оригинальном канале другого мессенджера появилась публикация об опасном предмете в лечебном учреждении. Сотрудники МВД республики во взаимодействии с другими экстренными службами выехали на место и проверили информацию, которая не подтвердилась. Оперативники выяснили, что оба сообщения написал бывший ученик ранее указанного образовательного учреждения, не достигший возраста 14 лет. Причем в совершении второго деяния он вовлек своего сверстника. Противоправные поступки несовершеннолетние совершали от имени своих юных знакомых из личной неприязни к ним. По всем фактам возбуждены уголовные дела. С малолетними правонарушителями и их родителями полицейские провели профилактические беседы. Не все то, что клюет, можно ловить. Сотрудники пограничного управления ФСБ России в очередной раз пресекли нарушение предохранного законодательства. Так, в сентябре стражами рубежей Родины был выявлен факт незаконной ловли ценных пород РЭП на территории государственного природного заказника «Доутский», который относится к категории особо охраняемых природных территорий. В отношении правонарушителя, который оказался гражданин России, возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные действия. Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона, что лов форели в притоках рек, который является объектом мирово-хозяйственного назначения Карачаевой Черкесской Республики, запрещен. На этом наша информационная программа, посвященная правовым и криминальным новостям, завершена. С вами был Ахмад Халкищев. Увидимся через месяц.